Добрый вечер! Информационная программа нашей новости начинает свою работу в эфире. В студии Василий Морозов и Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Барьер не взят. Как Сергей Шубенков переживает запрет на его участие в Олимпиаде? Юристы против закона. Прокуратура Барнаула выявила нарушения в действиях руководства Алтайского экономико-юридического института. Монстры среди нас, где в Барнауле можно поймать покемона и кто они, охотники за виртуальной реальностью. Третьи сутки в селе Шипунова устраняют последствия ливня. Напомним, два дня назад там под воду ушла половина села. Сейчас ситуация стабилизируется. Стихия отступает. По данным краевого МЧС, число подтопленных домов и приусадебных участков на сегодня уменьшилось вдвое. Последствия проливных дождей в селе сейчас ликвидируют спасатели. Им помогают местные пожарные добровольцы. С помощью мотопомп и другой техники они откачивают воду из жилых домов, погребов и с огородов. Помощи еще ждут в 23 домах. Кроме того, спасатели очищают водоотводы, а также прокладывают новые, чтобы направить скопившуюся воду в поля. Сейчас наша рубрика о партиях. Единая Россия планирует увеличить представительство в Краевом законодательном собрании. Руководство регионального отделения накануне официально заявило, что партия рассчитывает на победу на всех одномандатных округах и готова принять под свои знамена тех, кто выдвигается самостоятельно. На конференции единороссы озвучили именно тех, кто поборется за места в АКЗС, а также утвердили программу, с которой пойдут на выборы. Подробности далее. Курс на обновление. Региональное отделение Единой России выдвинуло кандидатов на кресло в Краевом законодательном собрании. Только 23 из 34 человек, которые пойдут на выборы по одномандатным округам, действующие депутаты. Самое неожиданное решение, наверное, включить в партсписки Андрея Нагайцева. Ведь, участвуя в предварительном голосовании единороссов, бывший вице-мэр Бийска резко критиковал эту процедуру, да и саму партию. Фигура спорная, но господин Нагайцев, я думаю, он слышит и меня, из раза в раз говорит, я за президента, я за губернатора, я за правящую партию. И никаких сепаратистских и каких-то других действий не будет осуществлять. Уже ясно, партия решила сделать ставку на молодых политиков. Возглавие территориальной группы доверили, например, Артему Сингачу и Наталье Кувшиновой. При этом в новом составе АКЗС мы, вероятнее всего, не увидим Стеллу Штань, которая была одним из лиц фракции «Единая Россия». В прошлый раз, победив на одномандатном округе, сейчас она идет лишь номером два в одной из групп. Кроме партсписков, на конференции утвердили и предвыборную программу партии. Немаловажный вопрос. Это программа нашего регионального отделения. Это, по сути дела, политическая платформа для работы многих ветвей власти в Алтайском крае. И законодательной, и исполнительной, и муниципального уровня власти на ближайшие пять лет. В программе несколько разделов. Социальная, экономическая политика, ЖКХ, туризм и другие. Презентовали их кандидаты, которые идут на выборы в парламент страны. Действующий депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Прокопьев выступил с докладом о молодежной политике. Он предложил разработать федеральный закон о молодежи, который стал бы правовой основой для работы в этой сфере во всех регионах страны. Необходимость его создания давно назрела. Закон о молодежи, в первую очередь, безусловно, должен создавать условия для их жизни. Это и молодая семья, это и талантливые ребята, это и поддержка предпринимательской инициативы, это создание гарантий по трудоустройству и занятости, создание условий для физического и духовного развития молодежи. И программу из списка кандидатов поддержали более 400 участников конференции. С этого дня «Единая Россия» начинает активную предвыборную работу. Маруся Загорска, Александр Морозов, Наши новости. Накануне расстановку политических сил в Алтайском крае оценил чрезвычайный полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков. В наш регион он традиционно приехал в отпуск и дал интервью радио «Комсомольская правда» в Барнауле. Как рассказал журналистом Александр Суриков, он регулярно взаимодействует с депутатами Государственной думы от Алтайского края, членами Совета Федерации, а также внимательно следит за политической ситуацией в крае. Сегодня, по мнению Сурикова, ее можно охарактеризовать как стабильную и ровную. В то же время с годами положение делом несколько меняется главным образом в партийной сфере. Компартия в краевого масштаба, она просто деградировала. Куда-то исчезла с лица земли. Ничего нету. Ничего не вижу в крае за ЛДПР, честно говоря, за справедливой Россией. Хотя там есть личности, честно говоря. Посмотреть на них надо и, может быть, подтягивать к работе. А так вот у власти стоит провластная партия «Единая Россия» и «Общественный народный фронт». Вот это реальные силы, которые могут продвинуть край вперед. Сергей Шубенков не поедет на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Об этом решение спортивного арбитражного суда в Лозане стало известно накануне. Кроме нашего легкоатлета дома остаются еще 68 спортсменов, допущенных к играм лишь в прыгуне Дарья Клишина. Напомним, российские легкоатлеты подавали коллективный иск, оспаривая обвинения в употреблении допинга. Олимпийский комитет пытался отстоять интересы более полусотни спортсменов. Однако доводов оказалось недостаточно. Эксперты сейчас отмечают, что такое решение спортивного арбитражного суда может ударить и по всей сборной России, которая рискует остаться дома. К слову, на сегодня 14 стран направили коллективное письмо в Международный Олимпийский комитет с требованием дисквалифицировать нашу команду. Сергей Шубенков уже отреагировал на печальные новости в соцсетях. Общаясь с нашей телекомпанией по телефону, спортсмен был немногословен и подавлен. Барнаульские туристы полетят в Турцию 26 июля. Росавиация сегодня восстановила сообщение между двумя странами. Первый вылет из аэропорта Новосибирска назначен на вторник. Временной разрыв между снятием запрета и первым вылетом турагенты объясняют тем, что требуется время на подписание бумаг в Росавиацию и оформление ваучеров. Кстати, некоторые жители Барнаула, у которых были билеты на рейсы в Турцию с 23 по 25 июля, не стали перебронировать их на более поздние сроки, а выбрали другие направления. Продолжение следует... Возгорание находилось между двумя матрасами, куда, предположительно, 57-летний пациент мог спрятать зажженную сигарету. Возгорание было зафиксировано в комнате отдыха на втором этаже. В ходе тушения пожарно-спасательными подразделениями спасено 106 человек. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. До сих пор не установлены подозреваемые в деле о смерти Данила Ченцова. Напомним, 14-летний мальчик при загадочных обстоятельствах погиб год назад в бийском оздоровительном лагере «Факел» во время кросса. Сейчас следователи ждут результаты экспертизы, которая проводится в Москве по ходатайству родственников Данила. Представители Краевого следственного комитета сегодня на пресс-конференции озвучили некоторые результаты расследования этого и других громких дел. Например, заявлено, что бывшего вице-губернатора Юрия Денисова, который уже 5 месяцев находится в СИЗО, сейчас проверяют на причастность к другим фактам взяточничества. Завершено расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывшего начальника управления ветеринарией Края Анатолия Высочина. Его поймали на взятки в сумме 345 тысяч рублей. А в ходе разбирательства установлено еще 10 фактов. Продолжается расследование дела в отношении директора детского лагеря Академии Робинзонов, в котором 20 июня 13-летний мальчик упал в катоне и не смог выбраться из воды. Тело ребенка до сих пор ищут. Следователи выясняют все обстоятельства и устанавливают степень виновности руководителя детской базы отдыха. Ну и буквально на днях возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при покупке квартир для детей-инвалидов. Сейчас проверяют причастность к преступлению риэлторского агентства и алтайского главстроя. Мы установили, что суммы, которые бюджет платит за квартиры, приобретаемые для детей-инвалидов, значительно больше, чем те суммы, которые получают реальные продавцы, участвующие в торгах. Разница оседает в кармане так называемых риэлторов, которые участвуют в этой процедуре. Там фактически с каждой сделки, с каждой квартиры от 10 до 15 процентов оседает масштаб достаточно большой. Прокуратура Барнаула выявила нарушения в действиях руководства Алтайского экономико-юридического института. Установлено, что ректорат слишком поздно сообщил студентам о приостановлении действия государственной аккредитации. В итоге выпускники не смогли вовремя подать заявление о переводе в другие вузы. Подробности расскажет Ольга Калачева. Напомним, история с получением аккредитации в Алтайском экономико-юридическом институте тянется с начала года. Сначала Рособорнадзор заявил о приостановке действия этого документа. А уже 12 июля вообще лишил вуз аккредитации. Это значит, что 146 выпускников института не смогут в этом году получить дипломы гособразца. Выходит, что если мы забираем документы, то получается, что мы 4 года или 5, которые учились, это будет нам считаться как самообразование. То есть это то же самое, что мы нанимали репетиторов и учились бы дома сами. Студенты с таким положением дел не согласны. Они уже обратились в прокуратуру железнодорожного района, которая нашла нарушение в действиях ректора Алтайского экономико-юридического института. Виктору Степанову вынесли предписание и посоветовали в ближайшее время найти вуз, в который будут переведены студенты. Им может стать классический университет, при условии, что ребята сдадут академическую разницу. Наше руководство предлагает студентам перевестись с 1 сентября на экстернат. То есть за ближайший год учебное закрытие эту разницу и летом следующего года выйти на защиту диплома. Поэтому такое предложение отправлено руководству Алтайского экономико-юридического института. И мы ждем реакции. В случае перевода студентам самостоятельно придется возместить разницу в стоимости обучения. А она не маленькая. Диплом классического стоит практически в три раза дороже диплома экономико-юридического института. Ректор госуниверситета, по словам Дмитрия Марьина, готов снизить стоимость обучения. Теперь слово за выпускниками экономико-юридического института. Ольга Калачева, Павел Лауронин. Наши новости. Отсутствие мезотона в больницах края не парализовало работу анестезиологов и акушеров. Об этом нам сообщили в Крайздраве. Напомним, лечебного препарата, входящего в печень жизненно важных, в российских аптеках нет уже полгода. Полтора месяца, извините, и когда он появится, пока никто сказать не может. В России лекарства поставляли из Украины. Мезотон в основном использовался для оказания экстренной помощи в акушерстве и анестезиологии. Перебои с поставкой лекарства возникли, предполагают в Крайздраве, из-за повышения стоимости основной субстанции. В данный момент идет перерегистрация препарата, но когда он появится в продаже, алтайские чиновники не знают и рекомендуют врачам использовать аналоги мезотона. А вот перебоев с поставкой другого препарата, преднизолона, сейчас нет. Это гормональное средство, дефицит которого констатировали в начале года. Сейчас поставляется во многие аптеки края. Всем таким больным, они обычно либо инвалиды, либо, если у него диагноз бронхиальная астма, то он относится к региональной льготе, необходимо вернуться в льготу. Обязательно. Потому что, невзирая на дефицит, который у нас был в начале года в аптеках, по льготе этот препарат был всегда, без перебоев. В России набрала небывалую популярность японская игра для смартфонов, цель которой собирать мультяшных монстров. При этом живут они и среди городских достопримечательностей, в том числе и в Алтайском крае. Кроме толп поклонников, у игры уже появились противники, считающие, что ее надо запретить. Откуда столько шума вокруг виртуальной реальности, выяснял Василий Морозов. Так. Вот, захватили покемона. Сегодня это первый монстр, которого поймал предприниматель Андрей Устьянцев. За день таких будет еще несколько штук. Между расчетами бюджетов и планерками, поездками на переговоры, у него теперь есть регулярные занятия – ловить покемонов. Говорит, так и голова отдыхает, и по городу гулять удается. Этого покемона поймал на ЦУМе, следующий будет уже у памятника Ползунову. Иногда, признается Андрей, открываешь Барнаул по-новому. Я езжу в офис мимо старого базара, где он раньше базировался. И недавно я там шел пешком, и открыл для себя следующий факт. Там есть арка с тюленями, например. Ну, то есть, вот, арка с тюленями. Это просто старое здание, какое-то купеческое, на нем есть тюлени. Кто бы мог подумать, что есть такая локация в городе, и я вот про нее там что-то даже прочитал. Игра строится по принципу дополненной реальности. Улицы и объекты настоящие, барнаульские, вымышленные только покемоны, но и они находятся во вполне привычной обстановке. Только за две недели во всем мире японское приложение скачало уже около 10 миллионов человек. В Барнауле количество игроков уже исчисляется сотнями. Для того, чтобы встретить Пикачу, необходимо отказаться от выбора покемона в начале игры и походить по карте примерно 15-20 минут, и тогда вы увидите этого покемона. В Алтайском офисе мобильного оператора такие покемон-ликбезы теперь дело обычное. И не только из-за стремления быть в тренде. Телеком-компании увидели в новом повальном увлечении способ наладить контакт с аудиторией, предложив дополнительные бонусы. Например, обсуждается возможность сделать интернет-трафик с этой игры бесплатным. Она влияет в том числе и на наш бизнес, потому что она очень сильно взаимодействует с мобильным интернетом. В считанные дни в Алтайском крае у покемонов появились и противники. Только они ратуют не за уборку монстров с улиц, а за ликвидацию игры. Активист Михаил Домуховский в своей петиции предлагает ФСБ и Госдуме законодательно запретить приложение в России. Возможно такая ситуация, когда вот, например, редкого покемона куда-то посадят в такое место, да, которое интересно, грубо говоря, врагу. Пользователь использует камеру мобильного телефона, он запечатляет эту информацию, когда он ловит этого покемона. И, соответственно, картинка и местность вся просматривается через эту камеру. И эти данные могут уходить на сервер иностранных компаний. А сам пользователь этой игры становится, он не осознает этого, но он становится иностранным агентом, иностранным шпионом. Игроки со стажем, если таковым можно считать срок в несколько лет, признаются, что игра может быть опасна. Например, если ловить покемонов за рулем на большой скорости или ненароком удариться головой о стену в поисках монстра. Но тут, говорят пользователи, проблема скорее во внимании, то есть в голове. Василий Морозов, Александр Морозов, Андрей Печоркин. Наши новости. Ну, а к этому часу все новости. Звоните к нам в редакцию 722-440. Хорошего вечера и приятных выходных вам. До встречи.